МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В администрации президента сократят 30% государственных служащих. В Могилёве пьяная бабушка выбросила новорождённую внучку с пятого этажа. В Беларусь идут арктические морозы. Подробности в программе новости 24 часа. В студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Непрерывное кадровое обновление и исполнительская дисциплина. Такие задачи перед администрацией президента поставил сегодня глава государства. Александр Лукашенко уверен, в этой структуре должны остаться только те, кто хочет работать и приносить пользу стране. Как главный политический штаб главы государства, администрация президента должна аккумулировать самые передовые идеи и стать мощным идеологическим центром. Юлия Бешанова подробнее. О том, что главный политический штаб президента нуждается в изменениях и разумных реформах, Александр Лукашенко впервые заявил чуть больше месяца назад. Назначая нового руководителя администрации, глава государства поставил чёткую задачу – создать мощный экспертный центр, который будет способен генерировать взвешенные решения по самым важным для страны вопросам. Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И я жду, естественно, от руководства слаженной и чёткой работы. Вы должны быть одной, единой командой, чтобы знания, опыт и энергия каждого служили общему делу. Необходим жёсткий контроль за процессом дебюрократизации и молниеносное реагирование на изменения ситуации в политике, экономике, социальной и иных сферах. Администрация президента – организация компактная. Это необходимый механизм, который помогает выстраивать эффективную работу главе государства. Выражается это во многом. Например, сотрудники участвуют в подготовке законопроектов, распоряжений, поручений. Под началом штаба несколько организаций, часть из них с дублирующими полномочиями. А потому цель реформы – не просто сокращение кадров, а оптимизация их работы. Другими словами, передать часть лишних функций смежным структурам. Порядка 30% будет сокращено государственных служащих, которые работают сегодня в администрации президента. Но если говорить по цифрам, я могу сказать, что структура администрации президента невелика. Это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы предложили сегодня. Этой же работой сегодня занимается и правительство, и все республиканские органы управления. Сейчас уже отрабатывается указ по оптимизации, где будут определены и процент сокращения для всех остальных государственных учреждений. Тысячи просьб разобраться, пояснить и принять меры. На этих шкафах, как в архиве, в течение пяти лет хранятся все письменные запросы от граждан. Вникать и помогать в решении проблем – одна из главных задач чиновников всех уровней. Прямые линии, приемы граждан. В стране налажена целая система работы с обращениями людей. Если в 2012 году у нас на контроле в Мингородсполкоме от всей почты было где-то 30% на контроль, то в 2016 году на контроле уже было около 80% обращений. Вот это очень большой плюс, потому что, естественно, когда на контроле где-то выше, они же стоящие организации совсем по-другому, потом следуют в будущем и рассматривают эти обращения. Это еще одно принципиальное требование главы государства – не оставлять без реакции ни одной из обращений. Касается оно и работы администрации президента. Минимум бюрократии и максимум внимательного отношения, слагаемые, которые должны составить устойчивую формулу взаимоотношения властных структур и жителей страны. И давайте договоримся, если только хоть один раз на уровне президента или где-то прозвучит упрек в плане бюрократизма излишнего, считайте, что вы работаете плохо. Поэтому начинайте с сегодняшнего дня. Никакой волокиты, никакого сбрасывания, как это было в советские времена и бытует сегодня зачастую, жалобы, заявлений на имя президента, в администрацию президента, вниз. Никакого сбрасывания. Правильно люди нас упрекают. Мы обращаемся к президенту, как к последней инстанции, чтобы он разобрался, а письма приходят к тем, на кого мы жалуемся. Я буду считать это махровым бюрократизмом, как минимум. И не дай бог мы обнаружим подобные факты. Работа администрации строится по вертикальному принципу. В каждом регионе у главы государства есть специальные помощники. Это, по сути, глаза и уши президента. Поэтому их решения обязательны к исполнению. Всё остаётся по-прежнему. Координация, направление работы помощников, где нужно и руководство, вмешательство, их деятельность остаётся за главой администрации президента. Притом, нужно открыть прямой доступ инспекторов по областям помощников на президента при необходимости. Не ваше дело вмешиваться в работу руководителей облсполкома, горосполкома. Они за это отвечают. Но у вас очень тонкая, щепетильная работа, где вы аккуратно должны подойти и ему шепнуть на ухо. И это должно для него прозвучать, как на батон. Что это надо сделать и сделать именно так. Основной посыл встреч – убрать не количеством, а качеством. Важно уметь решать глобальные задачи меньшими силами. А потому особое внимание исполнительской дисциплине и персональной ответственности каждого чиновника. Вопрос об акционировании Николай Радаман поднимал во время большого разговора с президентом. Надо это акционирование. Зачем оно, что оно даёт? Или оно даёт улучшение управляемости предприятиям? Нет. Или оно даёт какие-то экономические преференции? Нет. Это надо только лишь для того, чтобы если успешно работающее предприятие по концу года частично своей прибыли отдало в бюджет района или области. Зачем это всё надо? Александр Лукашенко потребовал немедленного выполнения всех поручений, которые он давал в ходе диалога. Без проволочек и лишней бумажной волокиты. Прошёл большой разговор с президентом. Президент заметил, главное, не ждите нормативно-правовых актов. Сказано президентом, завтра должно быть исполнено. Значит, надо выбрать то, что сказал президент, начиная от нормативных требований и инструкций пожарников, санитарных служб и прочее, к бизнесу. И немедленно исполнишь. Если поручил президент на основе этого разбирательства заявление Радамана по колхозам, этим и прочим, что не трогайте, дайте им возможность работать и внесите немедленно изменения в законы и законодательства, значит, уже к утру должны быть предложения. В большом разговоре с президентом участвовали не только журналисты, но и порядка сотни экспертов, политологов, экономистов. Результат встречи – свежий коллективный взгляд на самые актуальные проблемы. Форма, как показала практик, работает. Поэтому одна из инициатив – активнее привлекать экспертное сообщество к обсуждению самых важных тем. На мой взгляд, это весьма и весьма позитивно. Многих недостатков в нормативных актах, которые мы потом через год корректируем, можно было бы избежать, если бы они обсуждались более широким экспертным мнением. Необходимо и нужно это для того, чтобы главе государства вносились предложения по реализации, особенно в сегодняшней достаточно непростой экономической ситуации, а предложения, которые бы анализировали сложности в развитии экономики всесторонне, а не однопланово, как это иногда бывает, трактуется некоторыми министерствами и ведомствами. Именно поэтому администрация предложения должна, наверное, получать экспертное заключение от представителей различных экономических школ и на основании этого вырабатывать некое собственное решение для внесения в главе государства. Но главная работа с людьми во главу угла не формализм, а вдумчивое отношение к общению с гражданами. Фундамент общенациональной идеи – это все то, чем сегодня гордится Беларусь – достижения в производстве, науке, культуре и спорте. Нам надо четко определиться по идеологии и выстроить некую систему идеологической работы в государстве. Мы как-то пытались это сделать, опираясь и на опыт советских времен, устанавливая единые политические дни и прочее, но все это скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии. А, там, четверги, еще единый день информирования. Ну, мы сейчас всех начальников, заместителей, а если не хватит, то и еще каких-то людей там с портфелями и без, направим трудовые коллективы. Они будут вести по определенной теме разговор с людьми. А умеют ли они это делать? Администрация президента станет в авангарде обновления всего государственного аппарата. По такому же принципу будет налажена работа всех госструктур. Везде должен быть минимум служащих. За счет этого мы зарплату должны людям нормальную дать. Не будут работать головатые люди, грамотные люди, если мы им не будем платить нормальную зарплату. Но зарплату миллионам госслужащих и прочих служащих мы нигде не найдем. Таких денег нет. Только за счет сокращения вы получите дополнительные эти деньги и плюс еще с бюджета к тому, что вы сэкономите. К чиновникам самые высокие требования. С портфелями останутся те, кто соответствует стандартам. Важно не только уметь брать ответственность, но и приносить реальную пользу государству. Академия управления – главная кузница руководящих кадров. Сегодня в УЗУ предстоит не только пересмотреть учебные программы. Они должны быть максимально приближены к реальным условиям работы. Но и серьезно обратить внимание на качество обучения и востребованность выпускников в качестве управленцев. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие. Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчиков общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими. Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Что руководитель, если он не знает юриспруденции в каком-то объеме, и не знает экономики, экономических законов, так как развивается наша страна, но и управление. Еще раз подчеркиваю, отбор в Академию управления с этого года должен быть поставлен на самый высокий уровень. Может быть даже, как мы назначаем кадры, с учетом рекомендаций. Компактный, высококвалифицированный, способный быстро и качественно реагировать на внешние и внутренние вызовы современности. А главное, нацеленный на помощь людям. Таким Александр Лукашенко введет аппарат госуправления уже в самое ближайшее время. Масштабные, но разумные реформы начнутся в течение месяца. Юлия Бешанова, Валерий Новенко, Алексей Юнош, Телекомпания СТВ. Инвестиции в сельское хозяйство. На помощь белорусским аграриям приходит бизнес. Таким образом, на деле реализуя принцип государственно-частного партнерства. По мнению экспертов, сегодня один из самых оптимальных способов взаимовыгодного сотрудничества. Частные компании вкладывают деньги, а взамен получают максимально выгодные условия. Это общемировая практика. О конкретном примере такого взаимодействия Петр Бутрим. Здесь около 7 тысяч коров, а зарплата работников на 150 рублей выше средней по району. И эти показатели растут уже 10 лет подряд. Удачный пример государственно-частного партнерства. За эти годы продуктивность тойного стада возросла практически вдвое. Если продавали или реализовывали каждый день до 15 тонн молока, то сейчас ежедневно на наш завод с нашего хозяйства поступает 58 тонн. А еще здесь ввели в строй ультрасовременную ферму «Телятник» и «Ясли для молодняка». А это так называемая образцовая ферма. А «Телята» сюда попадают в первый же день своей жизни. Под одной крышей почти полтысячи мобильных, но в то же время комфортных боксов. Здесь удобные держатели для корма, и специальная система стоков, и настоящее молочное такси. В таких условиях коровы дают молоко только класса «Экстра». И, конечно, неплохую прибыль. Вся она идет не в карман бизнесмену, а на развитие и модернизацию самого хозяйства. «Если бы не было своевременных денежных вливаний, мы бы стояли на нижней ступени сельского хозяйства. На сегодняшний день мы имеем одно из лучших производств, можно так сказать, то, что я видел и в стране, и даже и за рубежом». Разницу до и после прочувствовали на себе и самые опытные работники. Доярка Тамара Шигалева трудится в этом хозяйстве уже 27 лет. За большим разговором с президентом следила внимательно. Тема сельского хозяйства одна из самых обсуждаемых. «Читали и смотрели. Такое впечатление много говорилось о сельском хозяйстве. И вопросы поднимались. И нас тоже интересует и газ, и все, и ЖКХ. Все нас тоже интересует, потому что нас это все касается». Достойная зарплата, жилье и другие социальные блага. До перехода бывшего СПК на частные рельсы о таких житейских дивидендах приходилось только мечтать. Сегодня же это реальность для более чем 300 рабочих. «Зарплата вовремя и достойная. Жилье нам тоже дали, благоустроенный дом. Так что я думаю, что каждый бы заинтересованный был бы поработать в таких условиях нормальных». Плюсы для работников очевидны, но и представители бизнеса выигрывают не в меньшей степени. Молоко этого комплекса является сырьем для брестского гиганта. А значит, частный бизнес по сути сам формирует стоимость продукта от исходной точки. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Рейтинги доверия национальным средствам массовой информации в Беларуси сохраняются. Таков один из итогов работы информационной отрасли в минувшем году. О результатах деятельности Министерства информации говорили сегодня на профильной коллегии в Минске. Минувший год для отрасли в целом оказался неплохим. Выручка от реализации продукции составила более 320 миллионов рублей. Удалось преодолеть сокращение производства книг. Что касается аудиовизуальных СМИ, то по результатам социсследований именно телевидение для беларусов остается главным источником получения информации. Сохраняются рейтинги доверия национальным средствам массовой информации. И они значительно выше, нежели российским, зарубежным средствам массовой информации. Но мы видим и четкую тенденцию усиления влияния интернета на общественное мнение. Мы сами должны рассказывать о себе, рассказывать, как мы живем, рассказывать, какие у нас задачи. И хорошим для нас всем таким посылом состоявшийся большой разговор с президентом, где детально, буквально по всем направлениям открытый, честный большой разговор. И эти все темы должны разворачиваться сегодня в наших средствах массовой информации. Прошлый год был насыщенным и богатым на события. Всебелорусское народное собрание, парламентские выборы, мероприятия, приуроченные в Году культуры. И здесь Министерство информации координировало работу всех СМИ. Но, как отметил вице-премьер Василий Жарко, только достоверная и справедливая информация может привлечь читателей и зрителей. В 2017 году необходимо принять меры, чтобы сделать национальный контент конкурентно способным. К событиям в мире. Йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по столице Саудовской Аравии. Об этом сообщают ближневосточные СМИ. В связи с атакой в Риаде введено чрезвычайное положение. При этом местные власти не подтверждают информацию о нападении. Но в новостных сводках сообщается, что ракета класса «Земля-воздух» ударила по военной базе. Данных о жертвах нет. В интернете появились кадры с места нападения. Но их достоверность пока не подтверждена. Французских националистов Марин Лепен официально включилась в президентскую гонку. Лидер национального фронта выступила на митинге своих сторонников, где и обнародовала предвыборную программу. Ее план состоит из 144 пунктов. И почти каждый, якобы говорит, Франции больше не нужен ЕС. Изменение Конституции, выход из Шенгенского соглашения, НАТО и ноу-хау Лепен – нулевая толерантность. Проще говоря, в Пятой Республике попросят всех нелегалов на выход. Закроют и все центры приема беженцев. Ну и главный политический тренд Евровесны 2017 – развод с Евросоюзом. Лепен обещает инициировать Фрексит сразу же после избрания. И такие радикальные взгляды французы охотно поддерживают. Единственный конкурент правой женщины-кандидата – Эммануэль Макрон. Экс-министр экономики за тесное сотрудничество с Германией и против резких высказываний Лепен. Шансы у обоих политиков равны. Выборы во Франции назначены на 23 апреля. Крупный пожар охватил национальный оперный театр в столице Кувейта. Пламя вспыхнуло во время кровельных работ. Строители проверяли прочность крыши. По данным специалистов, в огне никто не пострадал, а вот зданию теперь понадобится дополнительный ремонт. Примечательно, что оперный театр открыли меньше года. На его строительство потратили 750 миллионов долларов. ЧП в Могилёве. В одном из городских дворов рядом с многоэтажкой в сугробе нашли 9-месячного ребёнка. Как стало известно, девочку из окна квартиры на пятом этаже выбросила собственная бабушка. По официальной информации, в день трагедии родители оставили девочку на попечение женщины. После падения с 15-метровой высоты малышка получила незначительные травмы. Её спасло снежное покрывало. Сейчас ребёнок находится в больнице. Женщина, предполагаемый виновник, задержана. 47-летняя женщина подозревается в покушении на убийство заведомо малолетней. По предварительным данным, женщина, которая являлась бабушкой 9-месячной девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила свою внучку с пятого этажа. Просто стечение обстоятельств в то, что ребёнок маленький, имеет небольшой вес, плюс к тому сейчас зима, возможно снег, сугробы также что-то смягчили. Это всё могло смягчить падение. Учитывая, что у него были ссадины, возможно, он зацепился за какие-то кусты, ветки, что-то ещё. В ближайшее время подозреваемой придётся ответить не только на вопросы следователей, но и пройти психиатрическую экспертизу. Четвёртый форт Гродненской крепости превратится в уникальный музей. Во время Первой мировой войны именно за это сооружение более двух суток велись ожесточённые бои. Основная его часть – казармы, доты и пороховые по грибам – были окружены рвами с водой. Спустя столетия в укреплении появится экспозиция, которая оборудует подъездной путь. Конструкция крепости не позволяет провести отопление или электричество, поэтому туристам предложат воспользоваться касками с фонариками и по-настоящему окунуться в атмосферу минувших лет. Люди должны как минимум знать технику безопасности, которая туда приходит. Второе – это сделать так, чтобы хотя бы отдалённо эти форты приобрели атмосферу, вид событий столетней давности. Это значит, что нужно вырубить лес, это нужно сделать лесенки, это нужно, возможно, где-то чуть-чуть восстановить земляные укрепления. Остальные форты Гродненской крепости сохранились в меньшей степени, поэтому их планируют законсервировать, обозначить информационными счетами и включить в туристическую карту безвизовой зоны. И последнее. Настоящие февральские морозы идут в Беларусь. Арктический воздух принесёт скандинавский циклон. И первое его дыхание ощутим уже этой ночью. Столбики термометров опустятся до минус 14. А пик холодов придётся на середину недели. По северо-востоку ожидается до 25 градусов мороза. Таким был понедельник. В студии работал Сергей Прохоров. Доброй ночи. Спасибо.